Литературовед, историк, доктор филологических наук, профессор литературного института имени Горького, писательница, председатель Всероссийского Булгаковского фонда, общественный деятель, педагог. Все это о Мариете Чудаковой. Бывает за многочисленными званиями и не увидишь человека. О Мариете Амаровне такого сказать нельзя. В свои 81 она полна энергии и до сих пор ездит по разным уголкам страны. Цель – приобщить россиян, в первую очередь детей, к чтению, привить интерес к изучению родного языка. Мариета Амаровна дарит книги многодетным семьям и библиотекам, проводит для школьников викторины по русскому и литературе. Сейчас очень любят говорить англицизм и затопили там. Все чепуха. Заявляю вам, как доктор филологических наук, если почва родного языка прочная, нам ничто не страшно. А если почва родного языка рыхлая, и вы забыли значение половины слов, то с нами можно делать что угодно, левой рукой брать. Значит, каких слов не знают значения наши дети? Я проверяла только знания сугубо русских слов. Невежа и невежда, ничком и навзничь. Темпераментная и прямолинейная Мариета Чудакова не боится иметь собственное мнение и заявлять о нем открыто. В этом участники встречи, которая прошла в районной библиотеке, убедились сами. Жизнь писательницы сложилась удивительным образом. Мариета Амаровна была четвертым предпоследним ребенком в семье. Ее отец Горец ушел на войну, когда девочке было 4 года. Воевал и старший брат. Оба вернулись. Родители воспитывали детей строго. Почему все учились на пятерке? Наш отец был дагестанец, Горец. Суровый человек, никого, конечно, пальцем не тронул. Очень лаконичный. И он говорил одну фразу. Никаких четверок. И вновь же приходилось слушаться папу. У нас была после войны, когда вернулись два фронтовика, мы вели по-настоящему нищенское существование. Масленку на стол стала ставить, когда я была уже на втором курсе. До этого мама один кусок каждого масла, очень тонким слоем масла. Ну, когда сегодня говорят, нельзя заводить, мы не можем себе позволить детей, потому что нет денег, я смеюсь, потому что в этой полунищей семье у моих родителей три доктора наук, два академика. Я считаю КПД неплохой. Я рассказываю иногда школьникам, что среднему образованию я придаю больше значений, чем высшему. И сейчас говорю, докажу вам одной фразой. У ваших родителей есть знакомые, нет, не бывает, чтобы не было, которые им не понравилось то образование высшее, которое они закончили, они пошли новое получать. Так или нет? У всех есть такие знакомые. А кто-нибудь слышал, чтобы среднее образование получали второе образование? Жизнь уготовила Мариете Амаровне много удивительных встреч. Как поклонница творчества Михаила Булгакова, она даже встретилась с его первой женой. О Булгакове, о том, каким бывает патриотизм, о российской истории и русском языке. Мариета Чудакова говорила на встрече гораздо больше, чем о своем творчестве. Между тем, ее книги есть в слободских библиотеках. Кроме того, Мариета Амаровна – автор более двухсот научных работ и статей в области литературы, филологической науки и критики. Очень интересное общение. Хотелось слушать, слушать и слушать. И, к сожалению, времени мало. Вопросов в море, очень знание именно по русской литературе, по языку. Хотелось больше бы с ней пообщаться, узнать у нее. Захотелось почитать. К сожалению, не знакома была с ее творчеством. По словам Мариеты Чудаковой, у нее есть две цели, достижению которых она дает больше всего сил, времени и таланта. Цель первая – научить подростков читать книги и думать. Цель вторая – научить подростков разбираться в людях и думать. Поэтому свое путешествие по России писательница продолжает.